Замок Фонтебло Фонтебло является старейшей загородной резидентой французских королей на протяжении восьми веков, с шестого по тринадцатый. Наполеон I назвал Фонтебло вековым домом. В этом дворце жили все короли Франции. Для создания официальной резиденции французских монархов были приглашены знаменитые итальянские архитекторы, скульпторы, художники, которые на месте охотничьего домика создали прекрасный загородный дворец французских королей. Версаль Версаль В 1624 году Людовик XIII приказал построить там небольшой охотничий замок, который позднее был расширен и реконструирован Людовиком XIV. В 1682 году Версаль заменил Лувр в качестве главной резиденции короля. Вслед за Людовиком XIV сюда переехал и весь королевский двор. Людовик XIV полюбил Версаль сразу. Зеркальный зал использовался для королевских приемов и балов. В недалеком прошлом здесь был подписан Версальский договор, поставивший точку в Первой мировой войне. Людовик XIV решает расширить дворец в сторону саду, построив колоннады, установив статуи и античные колонны. Долина Луары Долина Луары Долина Луары Долина Луары Это часть человеческой культуры и истории, если угодно, ее основы, без которых представление о цивилизации не будет полным. Долина Луары Луары Это оазис спокойствия и гармонии. Впрочем, Луара это гимн не столько стихии, сколько организующему началу в духе французской нации, желание обустроить жизнь так, чтобы во всем было соответствие и соблюдался надлежащий порядок между архитектурой и природой. Холм Манматр Холм Манматр – самое высокое место Парижа. Манматр был и остается одним из наиболее живописных кварталов города. Здесь жили и творили величайшие мастера Франции, художники и артисты, скульпторы, поэты и драматурги. Знаменитая французская певица и актриса Долида стала четвертой женщиной после Жанны Дарк, Сары Бернар и Адит Пиаф, который в Париже установлен в памяти. Если в красоту признать частью таланта, то Жан Мореш был чистым гением. Актер театра и кино, живописец, скульптор, декоратор. Он ставил спектакли, сочинял сказки для детей и сам стал легендой Франции. Музыка. Каждый художник от самого знаменитого до малоизвестного оставил на Манматре свет своей жизни, своего творчества. Да и сейчас этот холм населяют мастера, наполняющие своим искусством и неторопливым образом жизни узкие звилистые улочки, старинные магазинчики, задымленные кафе. КОНЕЦ КОНЕЦ Париж с утра вас наполняет счастьем. Оно кружится легким нежным вальсом и пахнет кофе домом тишиной, улыбкой нежной женщины случайной и ароматами парижской тайны, которая становится судьбой. КОНЕЦ Дневной Париж Дневной Париж Беспечен и прекрасен, Немного суетлив, но беспристрастен, Махнет вам издали приветливо рукой В витринах с разноцветных магазинов, Сиянием современных лимузинов, Разноречивый пёс строят толпу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А ночью город чуть меланхоличен, Таинственен, задумчив, поэтичен, Спешит любить, ласкать и целовать, Дрожит гнезда и вспыхивают свечи, Под шум дождя вас обнимает вечер И приглашает вместе погулять. До новых встреч, дорогие друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова